А это что это за красиво-диво? Что за глазки? Что за волосы? Цвета подобрала красиво так, ой, звезда. Так, что я делаю? Вот выхожу. Сегодня спонтанно я решила, утром написала Аленке, помочь мне спросить, как у нее дела, и помочь мне посмотреть, включились ли у меня реакции на сториз, потому что они были выключены, я их решила сейчас включить, потому что хочу больше реакций. Она говорит, да, все включено, оно и слово за слово, как дела, общаемся, как дела, и тут я спонтанно принимаю решение, что хочу поехать к ней в гости. Так, я думаю, сделаю себе подарок, поеду к ней в гости. Вот для меня реально встретиться с подругами – это подарок, потому что я много работаю, много чего-то делаю, какие-то мыслительные процессы, то снимаю, то монтирую, то учу, вот, и не даю себе отдыхать, то есть я не тот человек, который, знаете, вот просто там раз погулять хочу, нет, для меня это прям вообще необходимость прям гулять, я когда чувствую, что тело хочет гулять, да, оно хочет отдохнуть, я тогда уже, ну, у меня безвыходная ситуация. А так я работаю всегда и погружаюсь во что-то, пока, в общем, мое тело не потребует внимания, вот. А иногда мне хочется сделать себе просто подарок, когда я вижу, что я вообще молодец, что я молодец, я хорошая, я столько всего сделала, я так стараюсь, и я, в принципе, заслужила, и дел никаких срочных сегодня прям сумасшедших нет, а значит, я могу себе позволить, называется. Я говорю, хочешь, приеду в гости к тебе? Она такая, да, давай. Ой, я взяла карты, я говорю, давай, может, поработаем, что-нибудь проработаем. Взяла, короче, карты, вот одну из колодок, я три колоды взяла, вот одна из колодок, она универсальная здесь и разная, ну, короче, вам все равно не понять, потому что я так понимаю, что многие вообще не знают, что такое карты, как с ними там работать, и что это вообще, и про что это, это я в телеграмме закидывала, у нас есть рубрика «Карта дня», и они каждый день выкладывают эту рубрику, может быть, даже раз в неделю буду ее выкладывать, а может быть, даже карту такую на неделю делать, а не на день. Это была пробная рубрика, у меня это была карта на день, вот. То есть я, ну, как бы показываю карту, да, и каждый, что видит в этой карте, что важно, слушает себя, свое подсознание, что эта карта подсказывает ему, что важного он должен сделать сегодня. Вот, вообще эта карта вообще просто сумасшедшая, классная, я наконец-таки освоила этот инструмент, да, и он реально зеркалит, очень сильно зеркалит под сознанием, бывает человек совершенно непонятно, понимает, что ему надо, куда надо, но он смотрит на карту и видит. И если он начинает говорить и видеть, прислушиваться к себе, вообще круто, я прям, знаете, как будто потаенные какие-то моменты у людей узнаю, да. Ну, конечно же, когда они приходят ко мне на консультацию, на сессию, это означает их готовность раскрыться, да, готовность работать. Но не всегда люди могут вот так открыться, да. Иногда они очень хотят, но не могут, потому что не видят, не знают. И карты в этом смысле вообще просто огромный крутой помощник мне. Я их очень люблю и с собой беру. Очень много техник можно с ними проводить, очень много чего прорабатывать, от денежных установок до взаимоотношений, любых, короче, класс, мне нравится, вот. И что я говорю? А, и вот я возвращаюсь к тому, что, да, сегодня поехать в подарок. А знаете почему? Потому что если ты едешь, вот сейчас время у нас, полдвенадцатого, да, час назад мы как бы с ней списались, пока я собиралась то-се. То есть, понимаете, я проснулась, только пью кофе, чуть-чуть там, может, дела поделала какие-то, и все. Понимаю, что никаких важных сегодня у меня дел нет, несмотря на то, что сегодня первый день обучения, там все такое вводное, то есть, как работать на курсе. Я все это проходила, потому что это второе мое обучение в этом институте. Я все это знаю. Скачала список литературы, список фильмов огромных, да, чтобы они у меня были уже. То, что нужно посмотреть по моей профессии будущий психолог. Так, прям с гордостью говорю это. И, в общем, вводные моменты уже изучила. Я понимаю, что сегодня, на самом деле, ничего такого острова нет. Вчера я выпустила видео, сегодня не обязательно. В общем, день свободный, можно себе позволить. И вот я лечу к моей ленок. Соответственно, с ней мы время проводим обычно долго, да, и потом уже дорога домой, и денечку с садика, и все. То есть, получается, что, почему это роскошь, да, потому что, ну, ты как бы целый день этому посвящаешь, и ничего другого ты делать не можешь. А вот так делать и то, и другое вместе, переживать, я, ну, так вообще не отдыхаю. Если отдыхаю, то полностью все, посвящаю время подруге. Вот. Так что сейчас я еду. Надо еще заскочить в магазин. Хочется что-то игрушечку какую-то купить малышке. Сейчас она в садик пока не ходит. Не хочет. Не хочет моя звезда Виктория ходить в сад. Вот. Такой вот у нее период женский. Так что хочется чем-нибудь ее порадовать. А так как поездка спонтанная, я не подумала об этом заранее. Ну, в общем, сейчас буду смотреть, что ей прикупить. Так. Еще пока я шла, у меня очень много всего возникает в голове, потому что я сейчас слушаю очень классного психолога. Мне очень нравится Елена Гусева. Очень интересный, классный подход у нее. Откликается мне. Очень полезная всякая информация от нее подчеркнула. И применяю в жизнь прям, знаете. Как, например, ну, давайте поделюсь, да. Как, например, отделять себя немножечко от каких-то поступков. Вот нам с детства навязывают, да, что, допустим, почему вот эта неуверенность в себе или еще что-то там рождается, да. С детства нас как бы соединяют, нас со своими поступками. Ну, то бишь, человек сделал что-то, там, получил пятерку, ты плохой, да. Ты нехороший, ай-яй-яй, не молодец, да. То есть соединяют тот факт, что ты сделал, да, не получил пятерку, или получил двойку, или получил замечание по поведению, да, там, или испачкался, да. Как бы нас ругают и как бы соединяют. Ты такой, да, ты неряха в целом, да. Не то, что ты испачкался, там, не надо пачкаться, да, там, но ты все равно хороший, а ты неряха. Все, и это негативно несет в себя окрас. И, короче, вот так вот каждый день по тысячам раз в день наши родители нас воспитывали и соединяли все эти моменты. И мы даже сейчас можем тоже это делать неосознанно по привычке. И тем самым может формироваться у ребенка, а не может, а формируется во взрослой жизни некая такая неуверенность в себе, критическое мышление к себе. И вот такое вот, что я плохой, потому что, потому что, потому что, этих потому что очень много. И здесь вот важно использовать такой момент в реальной жизни, да, если это так, если у вас есть проблемы с самооценкой, да, с неуверенностью в себе, отделять свои поступки, да, от себя как от личности. И всегда нужно говорить себе, что я хороший, я хороший, несмотря на то, что я делаю. Я ошибся, сделал что-то неправильно, но я хороший. Я хороший, потому что я вообще делаю, да. И вот часто нам в детстве вообще нас так воспитывали, что ошибаться — это плохо, нельзя ошибаться, мы все боимся ошибаться. Хотя на самом деле не ошибаешься, блин, реально не ошибается тот, кто не делает. Надо что-то брать, делать, пробовать. А мы боимся ошибиться, и в этот момент боимся и вообще что-либо брать. Ну, у нас, нас так воспитали, такие привычки какие-то у нас есть, установки вообще в голове с детства. Вот, поэтому все это уже естественным путем проходит. Ну, вот, короче, есть такой момент, что нужно себя отделять. Попробуйте, да, себя отделять. И, соответственно, если у вас есть дети, тоже на них это применяйте. Не нужно обобщать, если ребенок что-то сделал не так, пока он учится, пока он становится, да, не нужно его поступок приравнивать к его личности. Поступки отдельно, дела отдельно, а личность отдельно. И нужно всегда говорить себе, что я хороший, или ребенок, ты хороший, ты хороший, я тебя люблю, да. Но вот сейчас, например, ты там ошибся, и как бы это вот так, ну, как бы объяснять, да, это ведет вот так-то вот так вот, там, лучше этого не делать и так далее, но ты все равно хороший, да. И себе тоже взрослому это важно говорить, ты хороший, что бы ты ни делал. Любой поступок, да, ты понял, осознан, ты хороший. Если ты что-то не понимаешь, не осознаешь, но ты знаешь, как начать это понимать и осознавать. И поэтому ты хороший, ты не стоишь на месте, ты хороший. А если ты стоишь на месте, то ты хороший, потому что ты осознаешь то, что ты стоишь на месте. и в общем всегда можно любое негативное событие поступок и мысли и даже бездействия перевернуть в том что ты все равно хорош и поэтому это очень важно и это рождает самооценку выше и больше уверенности себе поехала лишний раз убеждаюсь насколько я принципиальный человек что порой даже мне портит настроение если я не довожу свой принцип до конца но я сейчас позаботилась просто людях которые уже в очереди стоят и наплевала немного на свои желания но очень несправедливо сейчас забежала фикс прайс вот кое-что там хотела купить но не было того что я хотела но зато были другие приколюхи на подарочек пошли даже не знаю куда заходить что искать это сейчас голова будет ломаться а фикс прайсе я знала что хотела купить в общем этого не было было что-то другое фишка в том что в этом фикс прайсе мою карту не принимают при строить этом набрала еще какие-то штуки решила урвать думаю блин когда пойду снимать фикс прайс этого не будет решила взять и короче на кассе мало того что требует эту маску когда уже блин в москве даже маски отменили а у нас все еще требуют где-то со вот фикс прайсе в ленте вчера была тоже там что-то мне маску один раз сказали одеть вот короче я к чему карту давайте я даю карту она горит карта не принимается это в других фикс прайсах принимается у нас нет она здесь не проходит нужно приложение у меня приложение нет и типа я понимаю что сейчас я покупку сделаю и мне небо я нормально набрала не баллов не начислят не скидку я не могу сделать то есть ну как бы такая несправедливость для чего я пользуюсь этой картой для чего я хожу постоянно fix прайс там да мне все это нравится я пользуюсь своими возможностями что я беру много да там снимаю и хочется чтобы накапливались fix прайс сейчас уже нынче не очень так-то дешево выходит вот а пользы а пользы не всегда много хотя если посчитать так-то много пользы может быть короче говоря фишка в том что уже это ладно решили меня отпустить без маски но я стою и скачиваю приложение просто принципиальный момент я не хочу терять баллы но в моменте я сразу ловлю себя на мысли думаю во первых сейчас стоят люди и ждут они еще и не нервничают хотя чувствую уже нервник нервоз в очереди всегда происходит вот потом стоит эта женщина говорит ну возьмите типа у кого-то карточку типа баллы на куда грида мне а типа скидку то ли скидку не сделают но баллы накопят что-то такое я говорю да мне сам принципиальный момент даже не скидки сейчас а чтобы баллы мне на карточку накопили вот ну а там короче нужно регистрация даже если зарегистрирована там пароль надо пароль должен быть не простой а золотой короче с какими-то буковками циферками там и короче я смотрю что я такая уже у меня уже пальцы не попадают в кнопки я чувствую как будто да но не то чтобы наверное чувствую может быть никто еще не переживал но я сама такая составлю себя на месте людей вот и стою такая значит фифа знаете ли как бы с ключами от range rover а с айфоном 13 до такая вся нарядная красивая и вот это топлю сейчас за баллы но дело на самом деле ну типа всех в очереди до ожидают ожидаются до чтобы мне там накопилось сколько-то там 20 баллов я ловлю себя на этом мысли но смысл не в том и не вот эти 20 баллов то дело принципиальности вот я очень принципиальный человек и ладно если такие принципы я могу отпустить я такая уже думаю ладно хрен с ним я поняла что там будет долго не стоит она реально того как конкретно не стоит даже если беда 5000 рублей набрала там эти баллы поддержку экспресс они у тебя еще и списать их никак не могут там ну короче ну ладно хрен с ним и такая знаете собираюсь и говорю ну неприятно но мне крайне неприятно то есть мне неприятно что я свой принцип не довела до конца понимаете вот но стараюсь себя переключать на то что я сделала я позаботилась о других людях которые стоят в очереди не хочу их сильно задерживать вот такая вот история что касается каких-то других моментов да и более принципиальных вещей жизни я довожу до конца я не даю себе этом слабины например если я решила не общаться с каким-то человеком да по определенным вещам и это принципиально важный момент для меня то я не стану с ним снова общаться ни при каких обстоятельствах потому что это принцип вот он щелкнул сработал и все хотя никогда не говори никогда есть такой момент да но тем не менее принцип ну мало ли блин чем жизни если я самые такие страшные эти моменты представляю что может быть что мне придется общаться с этим человеком это реально страшно с тем или иным вот я приехала в гости к кому как тебе зовут расскажи ты моя стесняшка ты моя красотулечка это красотулечка викулечка как дела твои хорошо ты мой сладкий зайчик ты соскучилась за тетей селены я соскучилась моя любимая девочка красавица короче кушаем пьем чай вика только не кушала да ты наелась а тарелка полная же кстати игрушку которая тебя привезла новинка фикс прайсе покажи мы еще не доделали да давай покажи кто это такой зайчик зайчик будет да короче фикс прайсе такая новиночка такая игрушечка на нее лепишь липучки они там есть кружочки и отдельно вот такие вот меховушки и в общем налепливаешь эти меховушки шарики меховые да вот глазки ушки здесь еще ножки там есть да всякие сердечки беленькие да и получается такая игрушка меховая прикольная да а что она делает ничего не делает она просто красивая будет стоять и радовать твои глазки будешь смотреть на нее вспоминать тетю селена как соскучишься за тетей селены скажу тетя селена скоро приедет держи надо только доделать о смотри вот какие отверстия вот здесь что-то надо вставить ручки ручки давай вставлять и вот сюда ножки вставлять лапки да правильно скажите тетя селена не образованная ручки ножки это лапки а у зайчика лапки молодец молодой чё кстати на сегодня я уже выезжаю и три ножки все посидели поболтали с картами поработали так интересненько был мне короче говоря фух что в последнее время я задерживаю дыхание в час аленка тоже делилась что я задерживаю дыхание и кстати стараюсь отмечать в какие моменты когда начинаю что-то думать о будущем что какие-то все у меня такое знаете как как задерживаю дыхание надо с этим поработать тоже когда замечают а стараюсь начинать дышать вот из-за этого ощущения что воздуха не хватает как будто есть такие моменты но это не как бы научиться дышать не трагично да ну есть на чем работать как говорится так что я хотела сказать что я хотела сказать все хорошо замечательно восполнилась с викулечкой вообще на самом деле пообщаться такой вот свет светленькая девочка такая насереда ко мне тянется такая и сядет и поцелует и обнимет меня проснулась только я пришла ли она как раз ее уложила проснулась только увидела меня сразу все я выспалась встала на ручке ко мне села обнимашки целовашки такая вот прям как будто как дэнни к понимаете вот когда я не к маме и вот бикуля прям вот так вот какая-то за связь не невидимая есть не знаю любит меня чувствую я это и конечно когда вот такая девочка такая любит тебя такая все тянется к тебе с этими глазками пуговками такими да как-то но от этого прям энергии много какое-то ощущение теплое внутреннее очень классно поэтому побыв в такой атмосфере я прям наполнилась можно сказать да положительными какими-то энергиями такими вот сейчас еду домой как раз час 15 я себя заложила вот так вот на дорогу надеюсь не будет пробок никаких по дороге еду за денькой рюкса крепца мой звездный мальчик давай садись рассказывай как дела хорошо ты спал сегодня в садике а это что майнкрафт 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 в садике как спал сегодня у нас на улице уже прохлад не смотрите модели надели куртку я сама он теплым костюм холодно потому что но мы с самокатом вчера забрала дынька без самоката ругается я же обещала сегодня с самокатом едем прям даже ветрено чуть-чуть так решила теперь не вытаскивать из пакета точнее ну да не вытаскивать процессе из пакета решила все достать и показать вам сейчас по дороге пока денечку забрала встретила свекровь она забрала его на трек они пошли кататься вот завтра мы договорились она придет и будет делать голубцы я голубцы делала вообще в глубоком детстве на самом деле и вообще я не люблю связываться с капустой и вот все что касается готовки не шинковать я не люблю не вот это отделять она большая тяжелая на меня бесит вот а свекровь она ей легко и классно я говорю ну отлично так говядина фарш уже есть это я купила на сегодня покушать свеженько свеженько я взяла сыр взяла вот такой как морковка лук это сюда все это я взяла сметанку к подушечкам мясным белорусским творожка от воденьки взяла масло беру всегда запасом один кидаю в морозильник один вот сейчас все закончилось а у меня как раз тунец открыла соленый ну и десертики сейчас они погуляют придут хотя мне надежда ивановна говорит ничего не надо брать а я все равно взяла в общем вкусняшки будем пробовать с ней вот это я не пробовала и вот это я не пробовала здесь что-то яблоко карамель творожный такой чизкей какой-то необычный а здесь у нас орехи какая-то там карамелью что-то посыпано ногой что-то прикольное должно я на самом деле замерзла что-то сегодня дома хотя вот солнышко сейчас светит на улице я замерзла я дело снова свой вот этот вот костюм такой теплый с начесом вышла в куртке еще и такая иду дрожу вся и говорю блин не гулять не хочу пойдем домой деньги свекров выучила выучила она это любит гулять но тоже все равно прохладненько я говорю мне прям в ванну горячую надо залезть вот так я замерзла вот и короче хотела еще с вами поделиться сегодня первый день обучения открылся первый урок и я вообще в безумном восторге еще так до конца не понимала насколько психология у меня еще ассоциации назад туда уходят когда я училась в рггу да и знаете играет свою роль играют свою роль эти старые стены университета преподаватели разные такие старые закалки знаете вот это вот подход определенный вот эти лекции куча людей как-то так это все нудно скучно и в реально вот тогда в университете когда я училась я помню двух преподавателей которые действительно интересно рассказывали и знаете что самое интересное у этих двух преподавателей были маленькие кабинеты мы как-то по моему даже не все ходили вот мне кажется человек 10 ну максимум 15 было на уроке и кабинет был сам по себе какой-то маленький то есть небольшие вот эти вот лик лектории знаете таки как их называют там да где много-много а вот как-то то ли нас делили как тому частями ходили то ли что то ли именно на эти но это вот была психосоматика у нас и психология личности по моему вот эти два предмета я их очень обожала и вот в такой тесной атмосфере и два этих преподавателя они были классными один просто обожал свое дело мужчина был по психосоматике он так воодушевленно рассказывал вот эти кейсы свои да какие клиенты у них были как она вообще такие примеры и так вот заряжаешь прям вот так с открытым ртом его слушаешь и вот эта вторая девушка а у нее было очень много практической такой части где мы могли увидеть воочию как это работает это было тоже очень интересно она кстати мне тогда посоветовала вот она сказала за эриксоновский гипноз когда я пошла учиться и получила вот сертификаты о практике эриксоновского гипноза да что я освоила знаю и был опыт практика у нас было очень много там сил было интересно это вот благодаря ей я туда пошла вот и и все все остальное вообще не то все было неинтересно вообще никак вот не заходила прям со скрежетом и вот я с школу вспоминаю где география казалось бы такой прекрасный урок там да но вот преподаватель так преподает что ты просто ну терпеть не можешь этот урок правда у меня география у меня география у меня сразу географичка всплывает и что у меня связано с географией это огромные конспекты и такое ощущение что просто брала а так и было наверное я просто не обращала внимание маленькая была она брала просто и тупо читала все с книжки просто читала все и причем читала очень быстро мы еще не успевали записывать и мы тупо 40 минут минут писали 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 она ничего не объясняла вообще по истории тоже преподаватель такая была грозная такая взрослая женщина и тоже мы там много писали и вот как-то вот ее вот это вот подача всего она вроде даже может быть и вещи рассказывала но она все было вот с таким знаете вот каким-то неинтересным настроем таким как страшным вот у меня все у меня воспоминание истории вот и вот много таких преподавателей там физика тоже какая-то такая женщина тоже взрослая такая с какими-то манерами своими понимаете подколками есть учителя которые там стебали могли стебать да да что ты говоришь вот такое понимаете с какими-то своими приколами но в общем не то совершенно не то и я же вот и в этом делюсь еще в инстаграме что ушла я когда уходила оттуда я понимала что это вообще но не мое не мое я думаю нет я вырасту да там ну или когда я приду к этому я вернусь обязательно психологии наверное как-то где-то да по-другому мне нужно найти свой инструмент психология сама в целом она меня никогда не отпускала она мне было интересно да то есть я всегда это изучала так или иначе вот но то как преподавали там и то какие инструменты там давали и возможно инструменты давали хорошие но как их давали мне вообще не подходил вообще не заходила в меня никак и может время было не то но я вам скажу что сейчас бы в институт психологии я бы не пошла учиться вот в такой вот как обычно я понимаю что мне нужен современный подход я же говорю я уже со времен я тогда была человек будущего мне тогда уже нужно было во-первых интересно вкусненько чтобы все это было завернуто подано чтобы это все было быстро быстро потому что реально так все растянуто мне нужна была и выжимка интенсив то есть да много всякой воды реально лишнего того чего абсолютно не нужно даже в институт в который ты пойдешь и где будет сама одна выжимка ты все равно сто процентов вот это вот все сто процентов взяла ты все равно все это не унесешь ты из этой выжимки возьмешь еще свою выжимку та которая будет работать конкретно у тебя до который будет делать конкретные штуки блин с людьми до менять помогать творить это все равно это выжимка из выжимки на самом деле не так-то много надо до чтобы всем этим владеть чтобы это дело чувствовать я уверена что даже какого-то психолога там спросить какие-то даты к примеру да которые нас требовали просто учить эти даты понимать и запоминать вот эта история это сплошные даты да не вспомнят блин ну может какие-то основные там день революции и так далее день победы вот но я к тому что короче там было совсем не то кто это делал как это делал и вся эта атмосфера вообще была не моя и сейчас вот у меня прошел первый урок и я просто сижу и понимаю боже мой какая приятная девушка как классно она все это подает как вот прям вот просто такое ощущение что прям кладет в голову вот так вот прям кладет и оно прям кладется тебе так понятно тебе так интересно все это понимаете и я прям аж чуть не всплакнула пока смотрела вот в общем очень это все интересно и у нас на этом потоке так много людей на коучинге по-моему было меньше людей а вот на практической психологии прям много людей так и все-таки необычные каждый чем-то интересным занимается у кого-то за плечами психология есть вот пять лет но никто ничего уже не помнит что там было и как ну давно это да было взрослые люди уже приходят 37 лет 39 лет 35 27 25 разные и вот в понедельник у нас будет встреча уже такая онлайн мы все познакомимся ваучу видим друг друга очень хочется познакомиться очень жду этого дня вот с еленой сарги естественно мы увидимся вот еще раз скажу и ну здравствуйте я здесь моя самоценность выросла и теперь я могу позволить себе больше вот так что такие дела все я счастлива короче сейчас я разберу все здесь и все уже я сегодня к отдыхаю потому что голова чуть взрывается когда нам дадам вечер вечерочек свекровь приходила попили чай поели вкусняшки данька нагулялся классно отдыхает впереди выходные мы тоже будем отдыхать выходные в пятницу вечер суббота вечер мы обычно до 12 можем не спать смотреть кино сериалы играть щекотаться кувыркаться вкусно кушать короче мы такие нет у нас границ когда мы спать захотим как вырубимся так и будем спать вот но это мы себе позволяем только пятница и суббота целую люблю и